всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне банк класс nord n30 с е 5g чем он хорош почему на него стоит обратить внимание и вообще стоит ли его приобретать даже за те деньги а напомню что сейчас на него просто нереальные скидки так как они сначала пытались его за какой-то космический ценник продать ну надеюсь наверное на свою рекламную кампанию очень наивно с их стороны сейчас ценник более чем адекватные какие здесь плюсы а пес экран при том 600 люксов пиксель в пике он показывает то есть по большому счету вам яркости хватит грани прямые дырка у него под фронталку не каплевидно до большой подбородок с одной стороны с другой стороны здесь есть миниджек да здесь нет инфракрасника просто шикарнейший звук смартфоне за свои деньги многие сейчас кстати производители допустим те же huawei делают суперзвук для того чтобы пользователи на другие моменты не обращали внимание есть возможность быстрой зарядки через тайп си от 33 ватной зарядки то есть он ее поддерживает 50 мегапикселей камера есть разумеется фронталка основная камера притом фотографии не такие плохие и в целом в принципе за свой ценник сегодня я спалив ну это уже хорошо но если что-то лучшее что он показывает вы узнаете разумеется в ролике смотрим распаковка поставляется смартфон в стандартной черной упаковке для серии норд упаковка неплохая в комплекте мы имеем силиконовый прозрачный чехол фирменный кабель для зарядки с юсби и на тайп си сам смартфон с наклеенной защитной пленкой и ключ для извлечения слота под две сим-карты или sim-карту и micro sd при том хочу отметить что уже давно продавец еще докладывает оригинальный 33 ватный блок питания но я брал на старте продаж и тогда они не знали что им придется конкретно скинуть ценник еще и дарить зарядки сейчас уже везде дарят вместе со смартом весит смартфон 191 грамма габариты составляют 165 на 76 на 10 миллиметров розыгрыша моря читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это я разыгрываю смартфон пока x6 про за лайк подписку комментарии к любому видео комментарии должен быть больше пяти слов осмысленный в комментарии вы указываете свое имя в телеге либо в описании своего канала подписывайтесь на телеграм-канал скидок и вы автоматически в розыгрыше перейдем же к смартфону поставляется данный девайс в черной и голубой расцветки дизайн от прошлой модели отличается по большей части только блоком камер тыльная часть выполнена из пластмассы как и рамка собрана модель неплохо но официально смартфон не имеет пыли и влагозащиту по официальным данным он умеет защиту по стандарту ap54 грани прямые и в руке смартфон лежит удобно на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости разъем usb type-c версии 20 что не удивительно так как это бюджетный сегмент далее есть микрофон и динамики звучание стерео но не полноценный перекос довольно заметный в целом качество звука хорошие за эти деньги динамики звучат громко вибромотор слабенький настроить силу вибрации нельзя миниджек на три с половиной миллиметра в наличии а и к порта не завезли летим дальше смартфон оснащен ltps lcd экраном проще говоря ips на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей соотношение сторон 29 соотношение экрана корпуса 91,4 процента матрицы экрана плоская рамки небольшие хотя довольно крупный подбородок вырез под фронталку круглый некоплевидный плотность пикселей 391 ppi по яркости экран на сто процентах яркости в пике выдает 600 люксов с копейками в просто максималке 500 люксов с копейками что очень даже хорошо автоматическая регулировка яркости на борту и работает она корректно частота обновления экрана максимум 90 герц и когда ты ее используешь у тебя есть ощущение желейного экрана тест на частоту дискотизации касаний выдал не лучший результат ну круто что экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно далее разблокировать экран можно при помощи сканер отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки распознавания лиц и стандартными способами разблокировки зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя внести биометрические данные можно только одного лица летим дальше процессор mediatek dimensity 6020 с тех процессом 7 нанометров и 8 ядрами максимальная частота у него две целых две десятых гигагерца графический процессор mali g57 mp2 оперативная память lp ddr4x на выбор только 4 гигабайта за что минус как по мне можно было бы сделать конфигурацию шестью гигабайтами озу так как 4 гигабайт это прям мало внутренняя память ufs 2.2 на 128 гигабайт интерфейс oxygen os имеется поддержка вай-фай 5 серии плюс есть поддержка 5g сетей и 4g сетей со всеми бендами связь смартфон ловит хорошо звучание во время разговора отличное микрофон отрабатывают корректно как и датчик приближения запись разговора в стоке отсутствует это же глобалка без уведомления собеседника начале записи bluetooth версии 5.3 плюс за то что модуль nfc для бесконтактной оплаты имеется и не только для нее точность gps 12 метра емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писем арку он меня отказался пройти что неудивительно для ван класса иногда везет иногда не везет вот мне не повезло смарт поддерживают зарядку супер виа уси на 33 ватт у меня заряжается он если не от родного то за один час у меня зарядился на 80 процентов за один час 30 минут на сто процентов принципе тоже неплохо за один час просмотра видео на ютюбе уходит 6 процентов заряда при максимальной яркости по вайфаю за час в играх уходит где-то в 25-30 смарт греется и он вообще не проигры вариант того как рассказывают что вы вот можете запустить ну запустить вы можете но тот же пам не устает даже на минималке как только вы прогружаетесь уже показывает 15-20 fps где-то там 40 но пап гилайте он почему-то очень долго заходит в игру в целом смартфон вообще не про игры а просто про использование хотя в какие-нибудь шахматы либо бродилки поиграть сможете перейдем к тестам тротлинг тест проходит со следующими результатами 143 гипса минимально максимально 206 гипсов в среднем 193 гипса на 100 потоках при 60 минутах при том это в самом-самом конце получается заряда аккумулятора это очень неплохо в гикбенче шестону выбивает сингл-кор 708 мультикор 1762 в антуту выбивает 392 тысячи баллов почти как helio g99 сторож тест показывает 32 тысячи баллов стресс тест проходит не очень хорошо я скажу хотя многие говорят что прям он волшебен и писи маркин выбивает семь тысяч триста двадцать девять баллов 3d mark показывают вал life стресс тест девяносто восемь целых три десятых процента устойчивости 1200 баллов while life extreme стресс тест девяносто восемь процентов 326 баллов в целом довольно неплохие результаты переходим камерам основной блок камер с тыльной части состоит из одного сенсора на 50 мегапикселей с апертурой 18 углом обзора в 77 градусов максимальным разрешением для видео 1080p 30 fps и сенсорным глубины на 2 мегапикселя фронтали сенсор на 8 мегапикселей с апертурой 2.0 и углом обзора 80 градусов находится он по центру верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps в стоке smart имеет небольшое количество полезных режимов как для фото так и для видеосъемки к примеру ночной режим портретный режим панорама pro режим режим экстра hd и так далее короткие примеры сейчас увидите 1080p 30 fps съемка с двух рук и вот так вы сможете снимать 1080p 30 fps а такие фриза лютейшие да даже сравнивать не хочется 80 и 30 fps лифты от этой волшебной съемки у меня уже дергается глаз ну потому что телефон конечно очень плохо снимает видео и хорошо что снимает как мне скажут правильно что главное что можно что-то подснять кстати здесь x2 прям кнопка есть разумеется плохих каких-то условиях лучше вообще не использовать видите x10 там youtube думает что у меня плохого качества ролик потому что у меня плохой звук и плохое видео ну и ладно или тоже на лайве делать сравнение от сравнения лучше полном обзоре правильно уже хотите сразу узнать все так сможете себе снимать желание делать примеры еще 720 и 30 fps фронталка но от того что мне нет желания делать примеры я же все равно буду делать потому что на фронталку здесь есть все таки 1080p 30 fps вот сейчас вы их видите плюс активируется автоматически подсветка вот это хорошо еще 8330 fps ночь и до смысла снимать нет очень печально всю ночь с одной стороны с другой стороны но вот что есть то есть вы видите x2 пример видео уже будет пободрее почему потому что посмотрел за какой ценник я его покупал но друзья его покупал дешевле чем рогинул 13 стоит то есть я его покупал за 135 баксов можно было купить его вообще за 111 во время сэма по нынешнему курсу умножайте от 10000 рублей то есть это смарт который снимает за 10000 рублей у которого нет капли ну уже по-другому правда ощущается и разумеется надо будет говорить уже по поводу того на насколько он упадет на скидок но за двенашку вообще вообще очень даже 1080p 30 fps но если хотите в выставку машин посмотреть нормально то посмотрите на huawei p70 п70 надел фоток много в личной челеги можете посмотреть его так сможете себя снимать на основном это все равно это лично ветки морепродукты 80p 30 fps съемка как вы сможете снимать кофе видите при большом желании даже этой камеры ночи все помогу с фокусом можно что-то снять и говорить о том что она абсолютно бесполезно да нет ну вот вы можете нормально снять и на телефоне я вам скажу что это должно выглядеть более чем нормально главное угру подобрать спи 30 fps и вот сейчас когда я снимаю этого коня ввиду того что это устройство в моих руках мне обошлось 12 тысяч рублей а могло обойтись в 10 500 я вам могу сказать что эта штука очень даже хороша и кто бы что не говорил вот опять же я могу ее конечно до упора сравнивать чем-то и убеждать что вот шлакоблок но это бюджетник это бюджетника он снимает это более менее потребная картинка и вот он 24 год вы получаете ван плас с его оболочкой понятно что вероятность того что вам повезет и вы приобретете за такие же деньги низко но вот допустим там где я покупаю и но это стандартный ценник на него то есть 130 баксов это просто стандарт на него это так забавно то есть где-то они хотят себя продвигать а где-то нет подлецы и да единственный огромный плюс всех этих камер дешманских это они работают как молодильные яблочки то есть когда вам даже не нужно улучшать картинку а улучшается и можно гореть я снимаю без фильтра я вам вот в реальную фотографию реальное видео послал на кону и если решите снимать жизнь земных обитателей вот так примерно сможете снимать с двух рук то как работают муравьи и быстро переводим на крупный план нормально он снимает нормально минусы на старте продаж был космический ценник и не клали блок питания в комплект да и по большому счету за эти деньги все цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании там много всего полезного обычно теперь в распродаже на ли два раза в месяц поэтому есть что ловить из веселого это было за 19 400 пока x6 про недавно резюмировать я хочу довольно просто как мне говорят уже достал этой шуткой но пока м6 про за 12 с половиной как было на прошлой распродаже это мой телеграм-канал скидок это великолепный смартфон за свои деньги что будет стоить ван класс во время села но если он будет стоить 13 с половиной опять же вместе с зарядкой сегодня он там 14 с копейками этот цвет блеск красота почему потому что стерео есть вибро просто шикарнейшие в смартфоне за такие деньги кстати стерео тоже классный звук здесь помимо этого неплохой экран разумеется здесь нет шима и это очень круто если брать в общем то что они туда еще докидывают зарядку которая раньше отдельно стоило 2000 рублей но вы получаете ван класс возможность прикоснуться к кислороду а это по мне лучшая операционная система какая только есть и после этого уже решить стоит ли вам приобретать подобного рода смартфон говорить о том что это такой же helio g99 я не буду вы без меня знаете тем более helio g99 в этом смартфоне было бы получше наверное смешно я говорю про helio что он бы был лучше но в целом он с чутка да помощнее 400 тысяч баллов в antutu это прям нижний уровень то есть это вроде супер бюджетник но уже как бы по цене бюджетника опять же в долларом эквиваленте мы помню что мы в рублях покупаем но курс вот так у доллара прыгает потому что железки продаются в долларах либо в юанях который зависит также от доллара но это тоже лирика не лирика то что за 13 тысяч рублей это просто отличный смарт который я однозначно могу рекомендовать 14000 как он стоит сегодня по ссылке в описании вам вместе зарядником я брать не стал я подождал распродажу ну либо взял бы однозначно на селе пока м6 про за 12 5 хотя мой выбор был бы из пока м6 за 13 вот это за 13 это я говорю про выбор из-за операционки из-за наверное моей какой-то лояльности к бренду потому что ван классы когда даже делают дешман но это дешевый супер дешевый самый дешевый их телефон они по мне стараются и об этом говорит и качество экрана в каких-то моментах заметьте что несмотря на то что телефон супер дешевый огоня его в тех же условиях также как и супер дорогие почему потому что база должна быть одна и та же и не будет у меня разделение между смартфоном за 100 тысяч рублей и смартфоном за 13 тысяч рублей я одинаково гоняю все можете написать может попроще гонять телефоны подешевле тратить меньше своего и вашего времени прожаривать я его не буду гонять в обзоре одним кадром тоже смысла нет повторяясь потому что есть очень много альтернатив за более вменяемый ценник с лучшим качеством вообще другим типом экрана даже на amoled ах и подобным девайсу повторяюсь ван классовцам кто хочет что-то дешевая в 13000 до добра и удачи вам дорогие друзья